Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, в это первое воскресенье Святого Великого Поста Святая Церковь торжественно прославляет событие, которое мы с вами сегодня собрались прославить – Торжество Православия. Торжество Православия для каждого из нас, православно верующих людей, имеет особое значение. Святые Отцы называют этот день Второй Пасхой. В чем смысл этого торжества? Оказывается, торжество наше заключается в той истине, которую отстояла Святая Церковь еще в самом начале своего бытия, в то время, когда Лев Исавр, а это был византийский император, воздвиг гонения на людей, которые поклонялись иконам, и христиане, которые чтили и держали у себя дома иконы Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, святых угодников Божьих, а тем более, если у кого был крест, предавали мучениям, предавали всевозможным заключениям, пыткам, даже в византийских дворцах, в комнатах, где были нанесены библейские священные изображения, их забеливали известкой. На этом месте не просто были белые стены, на этом месте рисовали фрукты, овощи, пейзажи, а христиан, которые все-таки продолжали чтить и дома держать икон, убивали и предавали заключениям. Вот в такое время Святая Церковь отстояла право почитать, поклоняться и хранить, беречь и сохранять в своих жилищах и в своих храмах священные изображения. Вот в чем смысл сегодняшнего торжества. В 787 году на Седьмом Вселенском Соборе был провозглашен догмат об иконопочитании, и все те прежние постановления Еретического Собора были отменены, и отныне и до века Церковь провозгласила, что тот, кто будет поклоняться образу, будет поклоняться первообразу и изображенному на нем. И отныне мы с вами получили то удивительное свойство и возможность поклоняться честному кресту и петь, свободно исповедуя, «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим». Сегодня в Евангелии мы слышали с вами слова «Вот подлинный израильтянин, в котором нет льсти, сказал Иисус Христос о Нафанайле, том человеке, который пришел посмотреть на Иисуса, а действительно ли он тот самый учитель, тот мессия, который обещан был Израилю». И Христос призывает за собою идти этого ученика, потому что он был таким, какой он был на самом деле. И сказал, вот тот, в котором нет лукавства, нет льсти, вот кто идет за Христом. В церкви, в которую мы с вами приходим, в церкви, в которой мы с вами принадлежим, а церковь есть столб и утверждение истины, нет лукавства, здесь говорят правду Божию, здесь возвещают Евангелие. И мы с вами призваны быть теми, как Нафанайл, людьми, в котором нет льсти. А если мы зададим себе вопрос, а действительно в нас нет лукавства, а действительно ли мы с вами можем сказать о себе, что нет льсти в нас? И если мы не можем ответить на этот вопрос, то у нас есть удивительное свойство покаяния, через которое мы можем омыться, очиститься и пойти за Господом такими, какими мы являемся. И здесь не надо быть лучше, не надо казаться лучше, надо быть такими, какой ты есть, такими, какая ты есть, потому что Бог пришел спасти всех людей. Главное, чтобы у нас не было лукавства, чтобы не было льсти, которая делает нас лжеподобными, а не такими, какими мы есть. Если ты есть плохой, исправься. Если ты хороший, старайся быть таким, каким ты есть. Вот потому самым главным основанием сегодняшнего торжества должно для всех нас стать почитание истинного Бога, Христа Бога нашего, Бога человеком. Дьявол всегда хотел разрушить этот догмат, что, дескать, Христос просто человек. Кто-то говорил, что Он просто Бог. Но мы, христиане, понимаем, что это Бога человек, и верим в Его Богово человечение. То есть тот Христос, Бог, Который пришел в мир, родился от Пречистой Девы Марии, и был истинным Мессией и Спасителем всего человеческого рода. И вот это вера, которая всегда не давала дьяволу покоя. Сатана всегда сеял ереси, всевозможные лжеучения. И мы видим сегодня, за эту истину церковь страдает. Вы посмотрите, за что страдает церковь Христова в Сирии. Ведь сегодня, невзирая на эти страшные события, которые происходят, в Сирии остается христианская церковь. Она гонима, но остается. Она жива, потому что с ней Христос. Посмотрите, что происходит с церковью на Украине. Она не пресмыкается перед новыми томосами. Она не пресмыкается перед новыми выпадами Константинополя. Она хранит святую веру Вселенских соборов. И потому гонима, потому ненавидима бывает. И потому христианин, которому нет льсти, который говорит правду, тоже бывает гоним. Он не всегда бывает приятен, но он такой, какой есть. Вот поэтому, дорогие, мы с вами призваны, все призваны быть теми, о ком сегодня сказал Христос Панафанайли. В нас не должно быть льсти. В нас не должно быть лукавства. Вот тогда мы будем по-настоящему причастницы жизни и той церкви, к которой мы принадлежим. В ней нет лукавства. И она будет гонима. Она будет ненавидима всеми, как Христос был ненавидим теми, «Кто любил неправду, а кто полюбил правду, тот пошел за Христом». Вот потому и мы. Давайте идти за Христом. А если будем иметь какую-то в себе неправду, будем очищать ее покаянием и живым участием в таинствах церкви, в ее молитвах, в ее правилах, в ее живом общением со Христом, в таинстве святого, причащении тела и его божественной крови. И Бог Сам очистит нас от всякой неправды и даст нам единственный правильный путь – пройти за Ним, за Христом. И этот путь всегда приведет нас к истине и к правильному богопочитанию. Аминь. 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 Продолжение следует...